здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры прежде чем я перейду к основной теме своего видео я бы хотел ответить на некоторые комментарии которые вы оставили под моим предыдущим видеороликом где вы где многие из вас меня спрашивали почему я столько внимания уделяю интересам крупных государств крупных регионов и тем самым откладываю основную тему которая была бы связана с тем какую пользу могут принести эти страны для восстановления целостности азербайджана то есть для возвращения оккупированных земель ну что же я объясню я объясню вам почему я решил именно достаточно скрупулезно показать именно интересы с этих крупных скажем так игроков политических игроков без знания я скажем так теневых противостояний между крупными игроками без умения плавать в этих грязных водах политических водах мы не сможем вернуть наши земли потому что мы должны научиться играть на противоречиях между этими игроками в этом случае мы сможем вернуть и наши районы и сделать азербайджан более процветающим это мое мнение как впрочем мнение по моему многих из вас если внимательно в это вдумываться но прежде чем я подниму эту тему я опять-таки уже вам говорил что у меня осталось последнее политический анализ в отношении интересов северной европы ну что же давайте закончим вот эту последнюю тему и следующее мое видео уже будет именно о возвращении наших оккупированных земель и о том какую пользу мы можем получить от противостояния этих сильных игроков ну что же приступим к северной европе и к ее интересам прежде всего в отношении северной европы надо учесть несколько факторов у северной европы практически нет врагов на данный период времени она не столько радикально сторону россии как остальные страны хотя у нее тоже есть нестыковка скажем так тоже есть ну назовем так натяжки в отношениях с россией это касающийся северных северо-ледовитого океана где они делят часть ледяного шельфа которому якобы опять-таки это еще не сто процентов найдены залежи громадные залежи нефти и не только нефти поэтому за северный полюс они сейчас очень сильно бьются с россией но опять-таки врагом для северной европы россия не является во всяком случае она меньше враг чем для китая и японии я уж не говорю про штаты в отношении азии я тоже бы не назвал бы что у них какой-то негатив учитывая что у них нету никаких общих пересечений не в политике не в экономике даже толком у них нету никаких особых пересечений в отношении востока то есть арабских стран учитывая что все крупнейшие банки находятся так или иначе в швейцарии у швейцарии например уж точно не мог не может быть негатива в отношении даже восточных радикалов арабских радикалов потому что опять таки все деньги так или иначе лежат на счетах на швейцарских банках поэтому тут тоже как таковых врагов у швейцарии да и в общем то и у остальной северной европы быть не может но вот здесь есть но у нее есть не очень хорошую я скажем так ситуация в отношении америки учитывая что америка хочет стать мировым лидером а швейцария уже является а так какая страна как швейцария уже на протяжении многих сотен лет является теневой теневым центром всего мира и америка ничего с этим сделать не может потому что все деньги лежат в общем то в одно в одном государстве в одном центре то есть здесь есть натяжка со штатами кроме этого у штатов есть недолюбовь к норвегии так как норвегии добывать не только нефть но и газ и тем самым скажем так создают трудности для ну небольшие но все таки трудности для того чтобы америка стала продавать свою назовем так грязную нефть так же как и добываемый с помощью грязной нефти газ в европу то есть это то есть в отношении америки и северной европы не все так просто там есть нотки на которых вполне мы можем играть как мы будем играть это уже в следующем видео я поговорю и стоит ли играть вообще в их отношениях теперь последнее швейцария и за кавказе вернее не швейцария а северная европа но я буду смотреть через призму используя такие страны как именно швейцария и норвегия что же вот наши какие же интересы могут быть у этих держав за кавказе прежде всего ученые данных ученые северной европы уже многократно подтверждали свое родство свои корни исходящие именно из за кавказе и единственное что армянам там нечего скажем так даже пытаться как то подмазаться под эту линию так как как они говорят что у них именно тюркские корни за кавказские тюркские корни не армянские ни в коем случае потому что даже Турхейрдал описывал множество районов швейцарии рек швейцарии которые носят названия и не только швейцарии но и норвегии которые носят четко тюркские названия и это навряд ли скажем так просто так учитывая что эти эти районы о которых он говорит достаточно древние то есть в отношении за кавказе и плюс есть еще один интерес разумеется у швейца у норвегии и у у норвегии и у швейцарии есть еще два интереса у каждого свой ну у норвегии прежде всего это те открытия которые сделали наши нефтяники и плюс те наработки которые сейчас наши ученые делают по добыче нефти также есть интересы у швейцарии так как мы в общем то скажем так как вам объяснить у нас достаточно идут крупные процессы по увеличению оборотов денежных оборотов со многими странами то есть разумеется так или иначе это увеличение этих оборотов очень скажем так интересуют такую страну как швейцария поэтому здесь у швейцарии есть можно сказать тоже достаточно можно сказать глобальные интересы поучаствовать во всех событиях которые связаны с азербайджаном и еще об одном интересе о котором я и есть еще один интерес у швейцарии о котором я вам скажу в следующем своем видео так как это связано с карабахом вот в общем то и все что я хотел сказать о северной европе и сегодня вот как я вам сказал сегодня выйдет ролик о том как нам надлежит грамотно вести себя в отношении скажем так государственных лидеров лидеров стран которые являются лидерами в мировой политике как нам нужно играть на их противоречиях и на их интересах и поверьте мне если мы грамотно будем играть на интересах этих стран и на их противоречиях мы можем вернуть не только как карабах и семь районов мы можем увеличить экономику азербайджана однократно и сделать азербайджан наконец-то без ложной скромности можно было бы устроить из него практически второй рим как это сделать приблизительно опять таки в общих чертах я не политик я вам расскажу в следующем своем видео всем до свидания всем пока пока потому что пока пока и до ближайшего моего видео удачи удачи